Девушки отдыхают Так, вот если Глеб примет сегодня наш номер, то... Не если, а когда. Когда Глеб примет ваш номер, ты начнешь со мной заниматься, да? Не переживай, у вас все получится. Спасибо. Ну, как вчера прошло? А? Ну, как вчера все было. Ты о чем? Ну, как о чем? О твоем свидании с Аллочкой. Да при чем это свидание? Просто прогулялись, вспоминали старые времена. Сын, это и называется свидание. Ну-ну, и что дальше? Дальше у нас прогон, мама, если ты не забыла. Ну, Влад, конечно, не забыла. Я обязательно приду тебя поддержать. Клево. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Во сколько прогон? В три? Угу, в три. И тебе, Лара, доброе утро. Посмотрим, насколько оно будет добрым. Глеб, номер принимать нельзя. То есть как? Вот так нельзя, и все. Марта должна уйти из цирка. Я настаиваю. Лариса Илларионовна, а не кажется тебе, что в последнее время ты очень часто на чем-то настаиваешь? Причем в совершенно недопустимом тоне. Тебе не нравится мой тон? Мало того, что моя карьера рухнула в пропасть, так теперь ты стоишь под угрозу карьеру моего сына? Я? Я понимаю, ты за счет сына пытаешься реализовать собственные мечты. Не тебе рассуждать о моих мечтах. Ну, хорошо. Допустим, у тебя личный мотив. Ну, допустим, я снова пойду тебе навстречу и уволю Марту. Что дальше? Номер мне нужен уже сейчас. И тебе, полагаю, тоже. У тебя есть замена? Я найду замену. Ну, хватит уже. Все нормально. Так, я тебя не учу под куполом кувыркаться, и ты меня не учу управляться с костюмом. Ну, двадцать лет это делаю. Так. Угу. Давай. Ну, у тебя все. Мам, мне страшно. Это нормально. Главное, чтобы никто это не заметил. Все будет хорошо. Хорошо. Ладно, пойду. Да не суетись ты, Влад. Чего с тобой такое? Я тебя первый раз с таким вижу. У тебя какой-то первый прогон. У меня-то как раз не первый. Ты за мать, что ли, беспокоишься? Да брось ты, она справится. Ну, конечно. Тебе ли не знать? Ты ведь теперь у нас большой эксперт по психологической подготовке неопытных гимнасток, да? Это ты о чем сейчас? Неважно. А что, если она поймает мандраж и начнет лажать? Ее драгоценное тело снова откажется ей подчиняться. За ее тело может не беспокоиться. Даже так. Ну, Макс, я смотрю, ты у нас времени зря не теряешь, а с Вилой такой тихой. Старик, я что-то тебя сегодня совсем перестал понимать. Нам пора. Что, в вип-зону вместо тебя ассистентку взяли? Да мне и тут нормально. Просто отсюда лучше видно. Если ты боишься, то лучше вообще не начинать. Я не боюсь. Влад, ты сам-то вообще как? Нормально. Хэрохит. Ах, хэрохит. Хэрохит. Дonymousи. Урахит. Девушка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 двух мужчин за женщину. Так вот. Для них это больше не игра. И там, высоко под куполом, они действительно бьются за эту девку. Они угробят, в конце концов, друг друга. И это будет на твоей совести. Опять. Не ошибись на этот раз. Продолжение следует. Марта, подожди. Ты это, ты как? Я нормально. Ты сильно не переживай. Я когда номер сдавала, Глеб мне такой устроил. Узнала много новых слов. И ничего, обошлось. Без кислорода? Да. Марта, послушай, я тут подумала, может мы уже начнем тренироваться. Мне очень надо, правда. А через полчаса у меня будет время на малом анеже. Ну, хорошо, Варь. Тогда там и встретимся. Спасибо. Давай. Здравствуйте. Что будем пить? Что-нибудь, чтобы расслабиться. О, я думала, ты домой поехала? Собиралась. Но Варя пришла, и я обещала ей помочь. Ну да. Я слышал. Откуда слышал? А, ясно. Вы же с ней, как это? Ничего, мы с ней не это. Ну, в смысле, друзья. Ну да. А где Влад? Я не знаю. Ну, я в последнее время что-то не нравится. Странный какой-то. У вас с ним случайно ничего, не это? Ну, ну, а с ним случайно ничего, не это. Ладно, Макс, не обижать надо. Привет. Привет. О, девчонки, а что вы после экзамена делаете? Я начинаю готовиться к следующему. Да ладно тебе. Ну, день после экзамена время священное. Грешно его проводить за учебой. Слушай, ну, Аля у нас особенная, и мужчины не интересуют. Да почему же? Он еще как интересует. У нее вчера было свидание. Слушай, ну, какие секреты? Мы же подруги. Давай рассказывай. Ну, мы с ним были в цирке. Да новость, девчонки. Мы с ним были в цирке ночью. Ага. Типа романтик? Да. А потом он меня подвез домой и обещал сегодня позвонить. И не позвонил. Слушай, ну ты... Ты ему напиши смс. Что-то совсем простое, например, как дела? Да ну, бред какой-то. Алло. Привет, отличница. Я и сам думал тебя набрать, но боялся помешать твоему экзамену. Ты что, не начался? А когда закончится? Ну, я просто думал пригласить тебя в ресторан. Да? Отлично. Тогда я за тобой заеду. Хорошо, буду ждать. Пока. Ну, я же говорила. Видишь, доверяй профессионалам. Пробуй. Пробуй. Фух. Так. Держи ровнее ногу. Прости. Я понимаю. Так. Нет. Ну, еще крепче. Так ты сорвешься и сломаешь себе чего-нибудь. Ну, стану системкой фухусника. Ладно, пойдем растянемся еще. А что? Лариса так и сделала. Марта, а ты что, Ларисе где-то на хвост наступила? Да вроде нет. А чего? Ты что, думаешь, что это она? Так это коню понятно. Она же Глебом вертит, как хочет. Не сомневайся, ее рук дело. Теперь думай, зачем ей это надо? Не знаю. Катя, она что, его любовница? Да в том-то и дело, что нет. Там какая-то другая страшная тайна. Она же воздушницей была. А ты что, не знала? Да я помню ее в детстве. Но не вникала, кто она. А родители с ней не особо дружили. Так с ней особо никто не дружит. Кстати, о твоих родителях. Лариса единственная, кто у нас в цирке, шьет себе костюм сама. Ну, или заказывает у кого-то. Но не у твоей мамы. А они что, в ссоре? Из-за чего? Никто не знает. Но факт остается фактом. Может быть, поэтому она тебя так кидается? Погоди. Ты сказала, она воздушницей была. Там такая драма. Они ехали в машине. Глеб, жена и Лариса. Попали в страшную аварию. Жена Глеба погибла. А Лариса сильно покалечилась и не смогла вернуться под купол. Тогда Глеб оставил ее в цирке, ассистенткой и фокусника. Да, вот такая вот история. Давай дальше. Да, давай. Влад? Да, мам, я сейчас. Ты где был так долго? У тебя все в порядке? Да, мам, все в порядке. Я просто с Максом задержался. А, с Максом? Ну ладно, руки мой и ужинать. Не, мам, я сегодня поужинаю в ресторане. У меня свидание. Свидание? И с кем же? Муж, не переживай, с твоей любимой Аллочкой. А, хм. Ты что, пила, что ли? Не, мам, ты что? Я же не пью. Все, прости, меня такси ждет. Спасибо тебе, Марта. Я же говорила, тут недалеко я бы сама дошла. Ты только кучу времени на меня потратила. Да я говорила, что мне по дороге. И я время не потратила, наоборот, приобрела ценный опыт. Спасибо тебе, Варь. А мне за что? Ну, знаешь, у меня давно не было подруги. Можно сказать, даже вообще не было никогда. А как же в твоем спорте? Единая команда, сборная, бла-бла-бла? В спорте каждый сам за себя. Я, наоборот, всегда завидовала цирковым. Я думала, что вы одна семья. Так и есть. Еще одну вспомню. Знаменитый цирк Фетисова приезжает в Штутгарт на гастроли. И на одной из репетиций медведица на мотоцикле уезжает с арены. А цирк там, считай, находится в центре города. Ну и что? Ну что, ей удалось проехать три перекрестка. И на каждой регулировщике давали ей зеленый цвет. Спасибо. Спасибо. И только на четвертом Фетисову на своей машине удалось догнать и остановить. Обалдеть. Ну а дальше? Ну, штраф паяли. Медведица. Медведица за что? Она правил не нарушала. Меня родители хотят отправить в Европу. Ну, после учебы на стажировку. Круто. Я тоже собираюсь в Европу. Чтобы ее покорить. За то, чтобы мечты сбывались. Лариса, вам очень повезло. Я уговорил Хельгу. Хельга? Я вас поздравляю, Карл. Ну, при чем тут мы? Хельга, партнерша Васильевна, согласна приехать. Но ей надо платить гонорар. Ну, понятное дело. У нас в цирке все получают гонорар. У-у-у, нет-нет-нет-нет, нет-нет. Твой салат, он в холодильнике на верхней полке. Мам, я сегодня очень много энергии потратила на репетиции. Отдай котлеты. Не отдам. Вот не надо было сбрасывать маминой звонки. Я помогала Варе делать новый трюк. Это ты зря. Ты в цирке без году недели, а уже кого-то учишь? Мамы подруги. Ладно, на твои котлеты. Хотя лучше бы ты рыбу ела для мозгов. Папе на утро хотя бы пару штук оставь. Хорошо. Сколько? Лариса, это стандартный гонорар Германии. Она у вас кто? Прима, звезда? Нет. А сколько ей лет? Девять. Девятнадцать. Но она очень-очень хорош. Карл, простите, пожалуйста, но девочке девятнадцать лет. Мы не должны платить такой гонорар? Нет, Лариса. Вы не понимаете. Девочка у нас имеет гонорар в два раза больше. Но она вообще не хочет приехать. Здесь у ней фраер. Жених. Но я показал ей номер. Ей очень интересно. Если вам интересно, надо найти гонорар. Окей, понятно. Миледи, благодарю вас за этот прекрасный вечер. Ну что вы, сударь. Это я должна вас благодарить. Вы оказали мне честь. Сударыня, я готов ее оказывать до конца моей грешной вечер. Прошу. Мужик, тут недалеко подкинешь? Спасибо. Спасибо тебе, Мужик. Сейчас. Звучит музыка. Звучит музыка. Алло, да, мам. Ладно, где тебя носят? Мам, у меня все хорошо, я не могу сейчас говорить. Ой, сыночка, извини, пожалуйста. Хорошо, хорошо, пока. Соседка, привет. А ты что здесь делаешь? Да вот, вижу, ты свою ласточку из ремонта забрал. Может, до работы подвезешь? Да, конечно, подвезу. Хорошо. Ой, какой галантный кавалер. Давай. Спасибо. Спасибо. Поехали. Владик, ты думаешь? Алло, да, мам. Мам, прости, я сегодня ночевал у друзей. У друзей? Да, мам, слушай, я потом все объясню, ладно? А у тебя что, выходной сегодня? Да, мам, я скоро буду дома. Хорошо. Приедешь домой, обязательно покушай. Угу, хорошо, мам. У друзей, конечно. Угу, конечно. Дядя Глеб, нельзя же так пугать. Слабонервным артистом в цирке не место. Упрямая выросла. В папу Мишу пошла. Ну, а что, упрямство в цирке – это недостаток? Ну, как правило, нет. Но для директора это вечный источник головной боли. Дядя Глеб, скажите сразу, я совсем безнадежна, без шансов. Нет, я так не думаю. Тогда можно я продолжу? Погоди, Марта. Ты это, с парнями будь построже. Не позволяй им лишнего. Понимаешь? Странно. Папа то же самое говорит. А что я им такого позволяю? Ну, знаешь, между вами что-то происходит. И не только я это заметил. Ничего не происходит. Правда, дядя Глеб, мы просто напарники и больше ничего. Правда? Ну, хорошо. Молодец. Работа. О, Макс, ты здесь? А я думала, вас сегодня не будет. А ты что здесь делаешь? Раздумала, что нас не будет. А я Варю пришла помочь. Ну, а на малом манеже окно образовалось. Вот я потренировалась. С Глебом, кстати, говорила. И что он сказал? Ну, он сегодня был какой-то странный. Но я так и поняла, что мы можем начать репетировать. Значит, завтра тренем? Ну, да. Работаем над взаимодействием. Круто. Ну, тогда Влада попозже наберу, а то он с утра что-то не в духе был. Я сама могу ему набрать. Ну, расскажу последние новости. Так что все будет окей. Хорошо. Марта, а ты до скольки сегодня? Ну, у Варьи есть два часа. Так что в три буду свободна. А что? Ну, может, мы с тобой сходим куда-нибудь? Поедим что-нибудь? Макс, прости, не могу. У меня сегодня планы. Так что, давай, до завтра. Пока. Я не понимаю, Глеб, что эта девица до сих пор делает в цирке? Лара, я не могу ее уволить. Пацанов контракт, мне нужен их номер. А Марта на данный момент единственная кандидатка в напарницы. Не единственная. У меня есть вариант, который устроит всех. Вариант? Да. Чудесная девочка. Из Германии. Зовут Хельга. С опытом. И, между прочим, восходящая звезда в Германии. А где же ты отыскала такую восходящую звезду, которая согласна приехать в наш цирк? Сориков нашел. Короче, на время работы девочке нужно обеспечить приличные условия. Сам понимаешь. А он, конечно, понимаю. Мой ответ – нет. Какой-то нет. Я просто знаю, сколько в понимании Карла значит приличные условия. Это 20 тысяч евро в месяц, не меньше. 30. У меня нет такого бюджета. То есть ты говоришь – нет. Лара, даже ты не сможешь заставить меня делать то, чего я просто физически не могу сделать. Максимум, что я могу предложить – это стандартный гонорар нашего цирка. И если я не найду, ты уберешь номер Влада из программы, да? Нет. Даже не надейся. Лара, но ты думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь. Ты рассчитываешь, что ты выживешь Марту, и я отпущу их на гастроли в Берлин? Так вот нет. У нас контракт, и до его истечения никуда твой Влад от меня не уедет. Не будет напарницы, будут работать вдвоем. Я поставлю их в программу первыми, первыми после антракта. Пока еще зрители рассаживаются в зале, покажут шат пакетом с едой. Ну и разумеется, уберу их имена из афиши. Может, Марта не так уж плоха? Понятно. Да, Марта, привет. Влад, привет. Ты в порядке? Ну, я бы так не сказал. В смысле, я хотела спросить, у нас все в порядке? У нас? Ну да, у тебя, у меня, у Макса. Просто завтра должна быть репетиция, и я звоню спросить. Ты же завтра будешь? Подожди, ты зовешь меня на репетицию? Ну да, я же переживаю за наш номер. А ты разве нет? Просто работай, ничего личного. Марта, может, не беспокоиться я буду? Глеб Аркадьевич, добавьте мне больше репетиционного времени. Авария, я, по-моему, тебе уже добавил. Мне нужно больше. Я учу новый трюк, и мне надо время, чтобы его отрабатывать. Трюк? Какой? Мне Марта показала. Марта? Кто? Марта тебе показала трюк? Да. Ну, в какой-то цирке. Варя, никакой самодеятельности. Не надо трюков, Варя! Иди! Привет! Что, тяжелая ночка была? Ой, привет! Да я проводил аут до дома, а потом встретил старых друзей из училища. Ну, ты их не знаешь. Они меня в клуб потащили. В общем, та еще ночка была. Ладно, достаточно. Вообще-то, маме мог бы рассказать все, как есть. Мам. Ну, не хочешь, не надо. Ладно, пойду позвоню. Игорю Антоновичу. Надеюсь на хорошие новости. Алька, ну, папаша из министерства? Да. Зачем? Вам же нужна новая партнерша. Мам, насколько мне известно, Марту еще не выгнали. Послушай, это дело времени. И я уже нашла ей замену. Ну, пока об этом никому говорить не нужно. Мы еще работаем над условиями договора. Но помощь Минкульта нам не помешает. Мама, мне не нужна другая партнерша. Мне нужна Марта. Да? А я думала, тебе Аллочка нужна. Кстати, когда свадьба? Мам, мне кажется, ты уже окончательно сошла с ума. Ну вот, видишь, уже и получается. Варя, ты молодец. Так, может, попробуем на высоте, на кольце? Нет, ни в коем случае. Ну, ты же видишь, что у меня получается. Варя, получается, это еще не получилось. Нам тренера говорили, если сто раз подряд получается, то считай, получилось. Прости, я забыла выключить. Отвечай. Да, привет, Влад. Слушай, я считаю, нам с тобой перед завтрашней репетицией нужно бы встретиться и обсудить наш прогон. Ты сейчас занята? Сейчас я с Варей репетирую. Через 40 минут буду свободна. Тогда можно. А ты сегодня на машине? Да. Марта, смотри! А! Варя! Помогите! Доктор, как Варя? Она без сознания. Мы ее стабилизировали, но делать какие-то прогнозы еще рано. Она? Она жить будет. А вы кто? Родственники? Нет, Варя. Она сирота. Я ее друг. Ближе меня. У нее никого нет. Значит, оставьте на посту номер. Вам сообщат, когда она придет к себе. А пока идите домой, в больницу вам делать нечего. Макс. Ты понимаешь, что ты натворила? Правильно тогда Лариса сказал, что ты дверью ошиблась. Из-за твоей самонадеянности. Макс. Да, ты права. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина.